МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помощь альтернативных медиков или пациенты-наездники в столице региона впервые прошли занятия по ипотерапии. Как это было? Будущие мамы сели за парты. В Наринмаре продолжает свою работу школа здоровья для беременных, чему обучают молодых родителей. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. В Наринмаре сегодня завершила свою работу двухдневная педагогическая конференция. В этом году она собрала более 600 участников из самых отдаленных уголков Ненецкого округа. Главная тема симпозиума – стратегические ориентиры в образовании. Уже известно, данную сферу в регионе будут развивать в рамках одноименного национального проекта. Это целый комплекс федеральных программ, одна из них – современная школа. Так, в ближайшее время власти планируют построить сразу несколько образовательных учреждений, среди прочих детский сад в селе Несь, школы в поселках Индига и Искатели, а также Наринмаре. Репортаж Александры Литковой. Торжественное открытие конференции прошло в концертном зале Дворца культуры Арктика. С приветственным словом к педагогам обратился первый вице-губернатор округа Юрий Мурадов. От имени главы региона он поблагодарил учителей за нелегкий труд в воспитании нового поколения. Сфера образования всегда будет оставаться одним из основных приоритетов развития и региона, и страны. Мы хотим, чтобы наши дети выросли грамотными, хорошо обученными, воспитанными, добрыми, умели добиваться своих целей и выдающихся результатов. И это они смогут сделать благодаря вашей кропотливой работе. В работе, которую часто вам приходится выполнять в достаточно тяжелых и климатических, и, скажем, прямо бытовых условиях. Поэтому мы отдельно благодарны вам за этот тяжелый труд, уважаемые педагоги и учителя. С приветственным словом во время открытия симпозиума выступил и председатель окружного парламента Анатолий Мянгин. Без спорно, что образование в округе меняется к лучшему. Есть серьезные достижения в этой сфере. Строятся новые современные школы и детские сады, не только в городе, но и в селе. Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Повышается профессиональный уровень работников образования. В рамках открытия конференции действующим работникам образования и ветеранам педагогического труда по традиции вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа и собрания депутатов, а также ведомственные награды Министерства образования. Рабочая часть программы педконференции стартовала в актовом зале 4-й школы. Перед руководителями образовательных учреждений региона выступила уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Дети из себя представляют то, что мы в них воспитали, правильно? Поэтому во всех детских проблемах виноваты кто? Взрослые. Поэтому, конечно же, надо в каждой конкретной ситуации мы разбираемся. И в первую очередь, конечно же, здесь, даже если вот такие конфликты где-то вспихивают или в какой-то образовательной организации отдельно взятой, то мы, конечно, смотрим, чем они обусловлены. И пытаемся действительно решить вот ту проблему, от которой это все идет, от которой это все зависит. Основная тема ее доклада посвящена защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Омбудсмен предложил профильному департаменту организовать для таких ребят специальные группы наполняемостью до пяти человек. Это необходимо для того, чтобы юные жители региона наравне со всеми могли посещать детские сады и школы. Я опять подниму те вопросы, которые меня очень волнуют. Это обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно получение качественного образования на всех его ступенях, начиная с дошкольного. Что касается национального проекта образования, который входит в майские указы президента, то он включает в себя несколько федеральных программ. Уже на их основе формируются региональные проекты. Это современная школа, успех каждого ребенка, современные родители, цифровая среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого и социальная активность. В рамках этих федеральных проектов мы создаем свои региональные проекты. И уже первые наметки мы сделали, информацию в Министерство просвещения отправили. К сожалению, пока нет утвержденного паспорта нацпроекта образования. Я думаю, что он в ближайшее время появится, потому что все субъекты Российской Федерации должны разработать свои региональные проекты до 1 октября 2018 года. До этого времени департаменту предстоит установить целевые показатели и предусмотреть финансирование. Например, в рамках проекта «Современная школа» в округе продолжится строительство образовательных учреждений. В частности, в Наринмаре, в поселках Нельминос, Искателей, Интига, Вселенесь. Также до конца года будет создан спортивный комплекс в Амдерме. Для детей с двух месяцев до трех лет в Наринмаре планируют возвести ясли на 60 мест. Говоря о тенденциях в образовании в целом, Илья Иванкин отметил повышение его качества. В прошлом году мы заняли третье место по стране по уровню организации единого государственного экзамена. В этом году Рособорнадзор осуществлял тестирование качества данных выпускных проверочных работ. И по достоверности оценок мы тоже вошли в тройку субъектов Российской Федерации. У нас не было ни одной школы, которую бы признали, что они сдают выпускные квалификационные работы с оценками, которые завышены. Августовская конференция педагогических работников проводится в регионе ежегодно в преддверии Дня знаний. По словам организаторов, симпозиум – прекрасная возможность обсудить планы на предстоящий учебный год, обменяться опытом и понять, с какими проблемами сегодня сталкивается образование в округе. У нас накопился достаточный опыт родительских инициатив, у нас действуют общественные организации. Насколько все вместе мы можем выполнить задачи по духовно-нравственному воспитанию, но и, собственно говоря, поднять статус педагога. Потому что можно говорить только словами, педагог должен иметь очень высокий статус. А давайте родительские комитеты поднимать это. Давайте рассматривать вместе вопросы досуга, вопросы занятости детей, вопросы летние. В конце концов, пусть и директор отчитывается, например, какие новшества прошли за летние, это по ремонту. Чем больше у нас будет единомышленников, тем больше будет у нас друзей, а значит и качество оценки образовательной системы инициативно-автономного округа будет повышаться. Завершился первый рабочий день конференции с совещанием профильного департамента с руководителями учебных заведений. Сегодня же состоялись педагогические чтения, работа которых проходила по 11 тематическим секциям. На них обсуждали инновационные образовательные практики и основные направления деятельности на предстоящий учебный год. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Антон Годряков, Телеканал «Север». Другим новостям. Коммунальная компания «Наринмарстрой» больше не сможет управлять многоквартирными домами. Организацию лишают лицензии, пишет информагентство НАУ-24. Поводом для санкций стало неисполнение УК предписаний со стороны Государственной строительной инспекции. В этом году ведомство дважды требовало устранить нарушения в части надлежащего содержания ремонта общего имущества в домах по улицам Ленина и Ваучейского. В одном из них управляющая компания должна была отремонтировать вентиляционные трубы в районе чердачного помещения. По второму адресу необходимо было устранить трещину в кирпичной кладке наружной стены в районе мансарды. В итоге оба предписания «Наринмарстрой» так и не выполнил. Между тем, у собственников квартиры есть право оставить организацию и управлять домами. Для этого в течение двух месяцев со дня получения извещения жильцам необходимо принять на общем собрании решение о продолжении «Наринмарстрой» деятельности по обслуживанию строений. Правительство повысит акцизы на бензин с 1 января следующего года. Об этом вице-премьер Дмитрий Казах заявил накануне агентству РБК. В начале 2019-го налог на бензин вырастет на 3700 рублей и составит почти 12 тысяч, а вот пошлины на дизтопливо увеличатся на 2700. Таким образом, производителям придется отдавать в казну более 8 тысяч рублей. Правительство планировало увеличить налог на топливо в июле этого года, однако весной цены на бензин выросли почти на 8%. Властям пришлось не поднимать, а наоборот уменьшать размер пошлин. Правительство тем временем утверждает, что не позволит владельцам заправок и нефтеперерабатывающих заводов завышать цены на топливо. Ну а если производитель будет нести убытки при росте цен на нефть, власти выплатят ему компенсацию. Как начать свое дело и какие бывают тонкости в налогообложении, Центр развития бизнеса завершил тренинг Азбука предпринимателя по различным программам обучения. Весь курс, а он длился 5 дней, потенциальные начинающие предприниматели самостоятельно разрабатывали бизнес-планы и определяли его коммерческую эффективность. С теми, кто решил рискнуть, чтобы реализовать свою мечту, познакомилась Александра Литкова. Гульзида Юматова – одна из 14 участников, получивших сертификат о прохождении обучения в Центре развития бизнеса. В этом году она решила открыть мини-цех по переработке рыбы и рыбных отходов в Наринмаре. Дело для нее не новое, вот только с помещением пока не определилось. Закупка будет происходить у рыбаков, будет привозить на предприятие, будет заморозка, обработка рыбы и копчение, лялка, сушка. Реализовывать готовую продукцию бизнес-леди планируют оптом и в розницу, а в будущем и за пределы округа. Кроме мини-цеха по переработке рыбы, участники представили проекты по открытию в Наринмаре салона красоты, фермы, блинного кафе, школы иностранных языков, магазина конфет, визового центра, клуба виртуальной реальности, книжного кафе, студии дизайна, а также массажного салона. Последней идеей принадлежит Юлии Дзюба. Говорит, чтобы открыть салон, понадобится около полугода. Нам требуется небольшое помещение по санпинам, то есть до 12 квадратных метров, с местом для массажиста. Единственное, что требуется, аппарат для акварцевания, требование по обои моющиеся, либо плитка, сделать определенный ремонт. Основная цель тренинга – дать более полное представление о возможностях построения собственного дела. Участникам помогли определиться с выбором организационно-правовой формы ведения бизнеса и системы налогообложения, а также рассказали о вариантах его продвижения. Как считает бизнес-тренер Виктор Чуклин, один из плюсов участия в тренинге – это общение начинающих предпринимателей с более опытными. Данный тренинг дает посетителям, слушателям понятие, что вообще такое предпринимательство и бизнес в частности. В ходе этого тренинга рассмотрены основные аспекты составления бизнес-плана, бизнес-планирования, финансового планирования, маркетингового планирования. По итогам данного тренинга слушатели составляют свой собственный бизнес-план своего бизнеса. Ну, если, конечно, у них есть такая идея. Конечно же, тренинг рассчитан в первую очередь на тех, кто либо хочет, только думает о организации своего бизнеса, или это только начинающие предприниматели, которые только-только делают первые шаги. Заключительная часть образовательной программы – презентации бизнес-планов. После этого всем участникам вручили сертификаты о прохождении обучения. В будущем его наличие поможет в получении окружного гранта на развитие своего дела. В октябре в Центре развития бизнеса планируют провести тренинг уже для действующих ИП под названием «Школа предпринимательства». Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Лошадь в помощь в Наринмаре. Впервые в истории состоялись занятия по ипотерапии. Это уникальный метод лечения с помощью животного. Инициатором необычного оздоровления местных жителей стал конно-спортивный клуб «Фортуна». Любовь Фермякова о первых процедурах на свежем воздухе. Главный врач-терапевт конно-спортивного клуба «Фортуна» – конь Манхэттен. Кстати, он прибыл из президентского полка. Вместе с ним прошли терапию уже более 40 наринмарских детишек. Мерина Манхэттена тракенотерской породы для занятия ипотерапией выбрали не случайно. Он обладает благородным характером и спокойным нравом. На каждую ипотерапию лошадь не пойдет, потому что лошади, они пугливые. А тут, представляете, ребенок ложится, это же щекотно, они же боятся щекотки. Манхэттен, он как бы более спокойный, то бишь на него очень безопасно садить детей. Антонина Шаврина – специалист по ипотерапии из города Архангельска. В дуэте с Мерином работает уже второй день. За это время с каждым ребенком были отработаны несколько упражнений на растяжку мышц. А сейчас мы покажем упражнение раненый боец. Несложные, на первый взгляд, упражнения очень полезны. Они, как правило, выполняются без седла, чтобы обеспечить пациенту прогревание и эффект массажа. Ведь при движении конь посылает наезднику от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту, которые вызывают в человеческом организме ответную реакцию. Круг заболеваний, при которых специалисты применяют такую практику, очень широк. Ипотерапия нормализует работу сердечно-сосудистой, нервной, костной, пищеварительной систем. Снижает уровень сахара в крови. Она рекомендуется при неврозах, патологии периферической нервной системы, ожирении. Рекомендует ее и тем, кто много времени проводит за компьютером, или чья работа связана с большими умственными нагрузками. Благодаря общению с животными можно снять стресс и минимизировать его последствия. Чтобы избавить детишек и взрослых от такого букета болезней, руководитель конно-спортивного клуба «Фортуна» Ирина Саварина решила привести уникальный метод в Северную столицу. Воплотить идеи в жизнь помог региональный грант. И вот пробные шаги наши. Вот сейчас мы проводим первые занятия пробные. Это еще, конечно, не называется полностью ипотерапия, потому что нужны специалисты. Это как психиатр сюда приглашен обязательно. Здесь должны быть врачи присутствовать, они должны дать разрешение на занятия детям. Лошадка должна быть немножко другая. А на данный момент мы сейчас рассматриваем по поводу ипотерапии остального. Кандидатуру Антонины, которая у нас приглашена по гранту. Вот мы ее тут долго, конечно, уговаривали, климат ей совсем как бы непривычный. Но, тем не менее, согласился человек, она сейчас работает две недели в Архангельске, вернется в Наринмар на работу к нам. На постоянную? На постоянную, да. И мы надеемся, что у нас не будет не только занятие верховой сдой, но и со временем мы подключим специалистов, и не только Антонину, но и врачей. И до конца доведем до ума лошадь, которая была припятена, маленькая сюда, пухленькая. И начнем заниматься с детишками. Планируется, что полноценные занятия по ипотерапии в конно-спортивном клубе начнутся уже в сентябре. А пока сотрудники «Фортуны» ведут последние приготовления и ждут звонков от жителей региона, которым общение с лошадьми подарит надежду на выздоровление. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Основные правила ухода за новорожденным – профилактика заболеваний малыша и особенности психологии молодых мам. В отделении женской консультации продолжает свою работу школа «Здоровье для беременных». Специалисты проводят как теоретические, так и практические занятия. На одном из таких уроков побывала Людмила Сидейская. Тема сегодняшнего занятия – психоэмоциональное состояние беременной женщины. Так называемые уроки психолог проводит в свободной форме диалога. Беседа длится полтора часа, и помимо теоретических занятий, есть практические. Например, девушки учатся пеленать малыша. Одна половинка пеленочки. Подправляем вниз. Уберем вторую половиночку. Людмила Деткова готовится впервые стать мамой и очень ответственно подходит к такому важному моменту. Сегодня у нее второй урок в школе здоровья для беременных. И, как признается девушка, практические занятия, конечно, интереснее, чем теоретические. Медицинский психолог наглядно показывает, как правильно пеленать и купать малыша. Но самая важная и главная тема – предстоящие роды. И один из этапов подготовки к ним – лечебная физкультура. Очень хорошо, что функционирует еще ЛФК для беременных. Занятия проводятся три раза в неделю. Это и на мечах занятия, и с подушками. То есть здорово. То есть примерно длительность 30 минут мы ходим три раза в неделю на эти занятия. Тоже отличная альтернатива фитнесу, который был у нас до родов и до беременности. Теоретическая часть занятия начинается с закрепления уже пройденной темы – как правильно обрабатывать клубочную ранку у малыша. Затем врач-психолог объясняет девушкам, какие показатели роста и веса у новорожденного считаются нормальными. Это от 50 сантиметров и от 3 килограммов в 400 граммов соответственно. И вообще хотела сказать, что масса тела – очень такой уникальный показатель, что если снижается масса, то мы всегда должны думать, как это причина. Потому что, например, если ребенок болеет, снижается масса, то понятно, что не снижается, потому что ребенок болеет. Поэтому очень важно именно в течение первого года жизни взвешивать ребенка каждый месяц, чтобы нам знать, как у нас идет прибавка веса. Следующая тема – сон грудного ребенка. Психолог предупреждает девушек, что не следует будить малыша, если он долго спит. Ведь новорожденные нуждаются в длительном отдыхе. Ответственно нужно подходить и к выбору детской кроватки. Если вам так удобно, можно вот такую, которая качаетесь. Вот так, которая выдвигается туда-сюда. Да, да, да. Но если вы, например, пользуетесь таким способом осыпления, будьте готовы к тому, что ребенок к этому приводит. Эмоциональная связь между мамой и ребенком – еще один немаловажный момент. Психолог советует девушкам ни в коем случае не игнорировать плач младенца, а проявлять внимание, чтобы в дальнейшем не потерять так называемый контакт с малышом. Я рекомендую брать ребенка на руки, обязательно его гладить, ласкать, разговаривать с ним. Очень ребенку успокаивает размеренно ритмичное покачивание, да, то есть можно походить, прижать его к груди, покачать его. Елена Дворниченко – медицинский психолог. Работает с беременными уже на протяжении 13 лет. Специалист советует будущим мамам заранее готовить вопросы, на которые можно ответить в ходе беседы. Ведь школа здоровья не ограничивается только одним занятием, на каждом уроке разбирают разные темы, а весь курс длится два месяца. Я выдаю раздаточный материал. То есть, например, женщины пришли, и в конце школы, вот именно самое основное по темам, которые мы рассматриваем, выдается раздаточный материал, и женщина будет именно с багажом таким, с теоретическим. Почему это очень важно? Потому что, например, вот они прошли занятия, прошло время, и они, например, что-то подзабыли. Можно, когда эта актуальная тема возникла, можно взять, прочитать, вспомнить. Сейчас школу здоровья для беременных посещают порядка 10 человек. И с каждым годом интерес к таким урокам у женщин только увеличивается. Впрочем, совсем скоро занятия смогут посещать и мужчины. В планах у специалистов уже в этом году открыть школу здоровья для будущих отцов. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова